Всем привет! Вы на канале Покашеварим и мы опять хрен знает где начинаем этот выпуск, потому что сегодня мы приехали к Эмирану Сардару попробовать шаурму. Причем мы это делаем второй раз. Несколько месяцев назад мы уже сюда приезжали. Как вы понимаете, выпуска на канале нет, значит у нас ничего не получилось. Сегодня выездной обзор, блин, просто адская какая-то погода, ветрюга. Мы приехали в Ховрино. Блин, у меня с Ховрино ассоциация исключительно. Ховринская больница, где лазают всякие экстремалы. Но теперь еще в Ховрино открылась шаурма одного неизвестного блогера, который там снимает влоги, всякие ток-шоу. Эмиран Сардаров его зовут вроде бы так. А не получилось в прошлый раз из-за того, что местные ребятушки на этом вокзале, который Собянин пиарил, сказали, что нет такого заведения. Ну в смысле оно закрыто было по каким-то причинам. Сейчас оно вроде бы открыто, но при этом у нас возможности какой-то припарковаться недалеко от метро Ховрино и вот этого аэро какого-то там вокзала, да, Сергея Семеновича, у нас такой возможности нет. А что закрыто-то, смотри, парковка, вообще что я приеду. Ну что-то опять с тобой походу это. Слышь, второй раз. Короче, когда он узнает, что ты едешь к нему шурму пробовать, он закрывает. Пока я же нигде не говорил. Нет, уже вон парковка, она абсолютно, абсолютно пустая. Может она пустая, не факт, что она закрыта. Но если она пустая, не факт, что закрыта, дайте мне туда въехать. Там знак вон только прямо, смотри, то есть на парковку въехать вообще никак. Маршрут перестроен. И видишь, даже маршрут перестроен. Что за аэропорт или как это, аэродром, что это вообще? Какого хрена, как сюда попасть? Вот там Мерседес стоит, вот что он? Вот что он стоит? Как надо въехать? Здесь только прямо, как вот ехать на эту, блин, парковку, а? Сергей Семенович, блин, мест нет! Ну вот, припарковались мы, короче, в Химкинском лесу и сейчас еще метров 400 пойдем к Амирану. Чтобы отведать шаурму от Амирана Сардарова, нужно пройти рамки металлоискателя, нужно пройти сканер сумочек, короче, все по полной. Раздеться практически до носок и тогда у вас есть шанс попробовать шаурму от Амирана. Кстати, в отличие от прошлого раза, когда мы приезжали, в этот раз вокзал функционирует. Отсюда совершенно легко можно, например, в Бобруйск свалить. Но если вокзал и функционирует, то, например, вход на второй этаж, эскалатор, где как раз шаурму хочу, не функционирует. То есть это какое-то уникальное заведение Амирана. Я не знаю, при всем уважении, но как попасть? Непонятно. Будем искать другие входы. Все-таки это случилось. Мы нашли шаурму Амирана, поднялись по ступенькам. Мы люди простые. Мы из Химкинского леса шли сюда, поэтому подняться один этаж по ступенькам вообще не вопрос. Вот. Причем есть люди, но люди здесь сидят очевидно, потому что нет альтернативы никакой. На втором этаже только шаурма от Хача. Смотри, не радует разнообразием, да? Тут есть шаурма куриная, либо комбо, шаурма плюс напиток, и еще вот какие-то эти маффины, ну, стандартные, как в Макдональдсе каком-нибудь. Ну, шаурму куриную. Классическую. Одну штуку, да. Классические салфи по часу. Две разные. Мы все меню взяли, кроме маффинов, да, получается? Нет, маффины не хотим, ладно. А вы шеф здесь? Ну да. Идет дело? Девочки говорят, вообще, такой поток, что два вертела уходит в день, да? Ну, и больше. И больше? Дядя Анзор, не, реально пишет, смотри. Как последняя гнида кидает в строй. А, это непременно. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошее начало. Дядя Анзор пишет, надеюсь, Эмиран Сардаров устранит эти недостатки. Устранил, да? Да. Ну, вот меня взяли в две недели. Одно место на весь вокзал. Тут, в принципе, можно продавать все, что угодно, и не обязательно даже дума давать. Повару. Спасибо. За мягкое, вкусное мясо. 480 рублей нам обошелся. Это две шаурмы, картошка и кока-кола. Вот, в общем, картошку поставили вот так вот при отдаче. Она упала, и часть рассыпалась. Все нормально. Как минимум, это место существует. Хотя я сомневался серьезно после первого раза. Но нам вот девушка понеснила, что здесь был ремонт вокзала, и не работало в принципе ничего, в том числе и заведение Амирана. Но сейчас оно работает. Заказ по факту сделан. Будем пробовать. Два соуса. Чесночный и какой-то еще шаурма. Стоит по 175 рублей. Эта цена, ну, она выше, чем как бы стандартная там у метро. Но, с другой стороны, это вокзал, да, если воспринимать это, ну, как там, в Домодедово ты поедешь, да, в Домодедово за сколько ты поешь? Ну, раза в два-три дороже, чем обычно, да. Для вокзала, в принципе, цена нормальная. 175 рублей. 300 граммов весит эта шаурма. Кока-кола, а не пепси, это сразу лайк. Картошка, давай сразу закроем вопрос. Картошка норм, но к ней никакого соуса. Вот две упаковки. Шаурма черная и шаурма красная. Отличаются разными соусами. Понять, какая из них какая без каких-либо комментариев от сотрудников я не смогу. То есть, какая шаурма какая. Я, к сожалению, не взял весы, чтобы проверить граммы. Говорят, 300 граммов шаурма. Но, судя по тому, что каждый ингредиент кладется через весы, я не думаю, что там будет какая-то проблема. Вот так вот все запечатывают. Крафтовая бумажка с названием бренда. И вот вторая шауха. Ну, тоже, опять-таки, не очевидно, да, какая из них, какая, как это все определить. Две шавы. Честно, надо было бы взять, конечно, какой-нибудь нож с собой, чтобы посмотреть, что внутри. Но мы видели процесс сборки. Шаурма, вот обычный батончик, она как-то стандартная. Не длинная, не широкая, не плоская. Она просто тупо круглая. Я не против такого формата, если будет вкусно. Все окей. Давай пробовать первую. Чем непонятно. Слушайте, ну, могу сказать, что у меня нет разочарования. То есть, я вот посмотрел, недавно был обзор Кати Бельчик, например, делал. Ну, такое ощущение, что там все по-другому сделано. И в плане сочности, и в плане курицы, и прочих вещей. Холодная, острая. Реально один лаваш. Посмотрите на этот толстенный слой. Это больше похоже на тортилью. Внутри все холодное. Помидоры. Посоленый огурчик. Мясо уже какое-то сухое, пересухое. Видимо, оно тут стоит весь день, никого нету. Фиолетовая капуста. Соус острый, либо сама курица острая. Я бы не сказал, что меня разочаровало. У меня нет восторга. Но разочарования у меня тоже нет. Значит, давайте за что похвалить, за что покритиковать шаурму. Я еще сделаю контрольный укус все-таки. Извините. Короче, это шаурма. Я не знаю, с каким соусом. Это соус такой томатненький. Томатненько-майонезный, скорее всего. Китченес такой. С добавлением кориандра. Очень чувствуется вкус кориандра. Мне он нравится. Поэтому за соус, в принципе, лайк. Соуса достаточно. Шаурма мягкая. Шаурма сочная. То есть это, наверное, самое главное, что в шаурме должно быть. Лук замаринованный, помидорки. Время отправления 13 часов ровно. Сейчас 13.05. Отличное очень информирование. Короче, лучок хорошо замаринованный. Помидорки. Вот помидорки меня расстроили в этой шаухе. Они очень дешманские, пластиковые и безвкусные. То есть их наличие или их отсутствие никак не повлияет на шаурму в целом. Но могу сказать, что это не самая плохая шауха, которую я ел. Восторга у меня тоже нет. То есть тут в ней нет, что ли, никакой фишки. То есть если сравнить... Знаешь, знаешь, с чем могу сравнить? Реально, вот шаурма в Нижнем Новгороде на средном. Да, обзор, может быть, видели. Я был в Нижнем Новгороде, снимал обзор на них. Огромная шаурма, но без какой-либо фишки. То есть вот прикол той шаурмы был в том, что она огромная. По вкусу она была абсолютно обычная, по большому счету. Вот эта шауха. Такая же, только маленькая. Вот так вот назову это. То есть в ней нет ничего плохого. И какого-то восторга нет. Ну, для меня, разве что, кориандр. Давай попробуем вторую шауху. Ну, судя по всему, во второй должен быть чесночный соус. Будем пробовать, что. Да, вторая шаурма чесночная. В общем, она с соусом, который легкий аромат чеснока имеет. Но больше он имеет укропа внутри нарезанного. Это, конечно, тоже фишка. То есть, понимаешь, вот каждая из этих двух шаурм, она не вызывает удивления никакого. То есть, ты ешь, ну, обычный продукт. Вот серьезно, если вот такую шауху сделают тебе около метро, примерно такую шауху и делают около метро, ты ее съешь, ну, типа нормально, ты поел и все. То есть, нету таких вот, блин, эффектов. Ну, я не знаю, взять ту же Сахару, да. В Сахаре, например, есть там фишка, там, пита, например, да. Тебе там вот этого всего наложат. Это нахрен неудобно есть, конечно, все. Вот это картошка фри, свекла, морковь сверху. Не нужно. Ну, понимаешь, ну, пита мягкая, вкусная, хрустящая, там, мясо вкусно замариновано. Это как бы фишка. Это то, что запоминается. Здесь все-таки в целом ощущение вот про вот это и так очень скромное меню, что плохого нет и хорошего нет. Ну, блин, вот это самое, кстати, наверное, самое отвратительное, что можно представить, когда у тебя как бы нет эмоций. И когда не хочется хвалить восторженно, и когда, в общем-то, ругать не хочется. То есть тебе в целом пофигу. И вывод какой? Ну, то, что это не стоит того, чтобы сюда там специально ехать. А вот это плохо, когда все-таки там блогер что-то открывает, да, особенно блогер такого масштаба, как Амиран. Я имею в виду там про количество подписчиков. Я как личность его не знаю, понятия не имею, комментировать не могу. Тут и ожидаешь, конечно, того, что он сделает что-то такое. Зачем люди поедут? Ехать из-за двух видов шаурмы абсолютно обычного качества, которая одна выделяется кориандром, вторая укропом. Ну, типа такое. Вот, не знаю. Вообще, это район Ховрина. А Ховрина, ну, все прекрасно знают, не знаю, кто там, басленников всяких других. Вот ребят, которые лазят по заброшкам. Здесь кто-нибудь есть? Смотрят, да, знают, что здесь ХЗБ, Ховринская заброшенная больница. Ну, вообще, слово Ховрина у меня ассоциируется в последнее время именно с заброшкой. И в целом, вот это место, да, второй этаж заведения шаурму Хачо, ну, несмотря на то, что даже здесь есть люди, все равно есть ощущение какой-то брошенности, то есть какой-то отстраненности, несмотря на то, что ребята говорят, там, Амиран сюда заезжает, там, типа, поесть шаурму, я вот не верю, серьезно. Ну, то есть, я не могу представить мотивацию Амирана, ну, кроме пиара какого-нибудь там этого заведения, чтобы все в сторис выложить, например, не могу представить мотивацию, из-за которой он сюда поедет. Это Ховринская заброшенная шаурма. Такие вот ощущения. Извини, Амиран, но такое мнение. Ничего интересного и ничего плохого. Офигеть. Пойдем выставим оценки уже снаружи, наверное. Че? Надо по дороге подумать еще. Я снаружи выставляю оценки, не потому, что мне там что-то как-то неудобно сказать оценки. Мне вообще пофиг. Я всегда говорю, что думаю. Снаружи я лишь для того, чтобы вам показать, что я стою посередине, сука, парковки, которая абсолютно свободна и на которую не пускают. Вот это магия вообще. Нет, я понимаю, что вот такие проекты, как вот это «Хочу шаурмо» это не то, чтобы там какой-то бизнес для Амирана, это четкая там политическая интеграция, показывают, насколько Сергей Семенович красавчик. Вот. У меня небольшой комментарий. У меня нет как бы особых претензий там к мэру, ну, что-то он работает и работает. Это его работа. Моя вот эта работа говорит, что думаю. Вот и что я думаю, короче, Сергей Семенович, если уж делается какой-то вот такой вот развязочный пункт, ну, как-то придумайте здесь, чтобы люди могли удобно добираться, помимо метро Ховрина, да? Ну, раз есть парковка, так, блять, откройте ее. Ее и мало. Мы здесь были, когда она была открыта, то все, заедешь, серьезно. Вот, ладно, это я что-то разбомбился. В общем, что по поводу оценок? Да потому что я разбомбился, мне в Химкинский лес идти сейчас. Вот, все, Виталия, соберись. Что по оценкам? Критериев у нас 5. Цена, вкус, качество, комфорт, скорость и персонал. По цене ставлю 3. Все, мое решение объяснять не буду. Вкус, качество ставлю 3, наверное, с плюсом. 3 с плюсом, потому что 3 это когда вот было бы так же, но, например, не сочно. Вот, вот, я бы сказал так. А тут все-таки, как бы, вроде ничего особенного, но соусов положено нормально, есть сочно довольно. Вот, дальше. Комфорт. Комфорт нормальный, пока народу практически нет, места есть, поэтому за комфорт поставлю 4. Скорость, в принципе, они быстро приготовили, тоже ставим 4. И персонал, персонал, еще я не знаю, тоже поставим 4, не потому что у меня какие-то вопросы, какие-то претензии. Ну, за картошку, давай, за упавшую картошку. Просто ставим 4 балла. Но, ребята, все равно красавчики, молодцы. Немножко они грустные, как я говорю. Ощущение, что, я говорю, заброшенность. Вот заброшенное ХЗБ, вот полное. Полное ХЗБ. Вот так вот, короче. Я не знаю, вот мне как-то странно. Но, пожалуй, вот смотри, у нас блогеры, что делали? Макс плюс 100500, делал бургерную. Тоже там вопросов много было, но было ощущение, что с душой, и было ощущение, что он участвует, как бы, в этой истории. Варламов есть. Понравилась еда, то есть там вообще у меня практически нареканий никаких нет. Но степень участия, как бы, самого Ильи, но фиг знает, как бы, возможно, он просто лицо. Всякий Соболев бургер, вот это все, это чисто медийная история. Она не имеет отношения к труду блогеров. Равно как и вот эта, по ходу, история. То есть я не думаю, что там Амиран парится на тему того, как что-то тут кому понравится. Хотя, возможно, Амиран, и стопудово ты не посмотришь, но твоя команда посмотрит там этот выпуск. И к чему я это, непонятно. Мне комментарии от вас никакие не нужны. Просто делайте разнообразнее, надо больше меню, очевидно. То есть какие-то варианты шаурмы делать интереснее, делать, может быть, какую-то подачу чуть полюбопытнее. Хотя и так нормально. Вот, я не знаю, я к чему это. В общем, из всех блогеров, которые что-то делали, вот, пожалуй, вот это место относится к одному из самых неинтересных мест. Я говорю, это уровень вот Соболев бургера какого-нибудь, где просто там Соболев является лицом этой истории для привлечения, для пиара. Это тоже вот примерно такая же тема. Дали место, наверное, по какой-нибудь там аренде дешманской. За пиар мэра. Ну, я хрен знает, Лан, кто я такой, чтобы судить. Все, ребята, давайте, ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»!